Проблема алкоголизма остается весьма острой и актуальной. Бороться с ним призваны все, кто заинтересован в здоровье близких, знакомых, кому не безразлична судьба конкретного человека. От результатов противостояния этому злу зависит социальное здоровье всего общества. В рамках республиканской акции эта неделя проходит под знаком борьбы с алкоголизмом. Стоит ли с помощью алкоголя пытаться избавиться от тревоги, разрешить конфликты, улучшить настроение? Как не перейти ту тонкую грань, за которой происходит формирование зависимости от алкоголя? Ответы в июльском выпуске программы 36.6. Пьянство – мать всех пороков. Алкоголизм – это порождение варварства. Мертвой хваткой держит человечество со времен седой и дикой старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя лучший цвет рода людского. Потребление алкоголя влияет и на качество жизни человека, на его состояние здоровья и, конечно же, на длительность жизни человека. Не зря наше государство, глава государства, правительство предпринимает ряд мер именно по укреплению демографической безопасности населения. Еще премудрый Соломон сказал, что во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа беда государю. И поэтому задача любого государства, чтобы народ жил, приумножался. И мы не исключение. Алкоголь уносит здоровье и жизни людей, не различая их возраст, раз, урод, занятие и пол. Под его влияние попадают все социальные группы населения. Кроме экономического времени еще есть понятие социальное бремя. То есть для нас, для семьи, для работодателя очень тяжело, когда мы сталкиваемся с пациентами, которые злоупотребляют алкоголем. И наша задача вернуть человека в общество, если он с этой проблемой столкнулся. Ну и, конечно же, огромную роль именно профилактировать развитие заболеваний. На данный момент в государстве главная цель – это реабилитировать тех лиц, которые страдают зависимостью. Синдром алкогольной зависимости – это хроническое заболевание, это болезнь на всю жизнь, как сахарный диабет, артериальная гипертензия. И вдруг выздороветь алкоголику просто невозможно. Речь идет лишь о ремиссии, когда человек просто перестает употреблять спиртное, находится в постоянном контакте со специалистами и в течение одного-трех лет может быть снят с диспансерного учета. Работа долгая, не очень такая праздничная. Ясно, что близким хочется, чтобы человек перестал пить сейчас и сегодня. А это семейная проблема. И чаще всего семьи у нас не всегда подключаются. Ты пьешь – это твои проблемы. Ты наркоманишься – это твои проблемы. А если комплексно подходить, конечно, тогда человеку легче. Я ответственность с них не снимаю, с наших пациентов, безусловно, они принимают на себя ответственность. Но проблема очень трудная и времени нужно много. Употреблять или не употреблять алкоголь выбираем мы сами. Нужно сказать, что лица, страдающие алкоголизмом, как правило, не считают, что негативные изменения в их жизни связаны с употреблением алкоголя, что они от него зависимы. Они считают, что могут пить, а могут и не пить. Могут не пить, но все равно продолжают употребление алкоголя. В этом и есть коварство заболевания. Патологическое влечение не контролируется психикой. Мы оказываем медицинскую помощь в частности, первое, неких острых симптомов, то есть состояние отмены, которое является опасным для жизни человека. Когда человек просто может умереть на фоне того, что длительное время он злоупотреблял алкоголем, потом прекращает выпивать, естественно, что он может погибнуть. Наша цель ему помочь, это понятно, но что будет дальше? И наша задача как наркологов и всего государства в целом реабилитировать пациентов, то есть оказать им такую поддержку и помощь психологическую, психотерапевтическую и с другими субъектами профилактики социальную поддержку, чтобы человек вернулся в общество, вернулся в семью, чтобы он стал полезным для всего государства в целом. У каждого пациента больным алкоголизмом есть глубокие какие-то и неглубокие начинающиеся какие-то психические проблемы. Их надо лечить, их надо выравнивать, их надо корректировать. А обычно близкие говорят, ну что ты пьешь, возьми себя в руки, а там лечение необходимо. Поэтому если человек хочет целостно подойти к своей проблеме, да, он получает здесь поддержку и медикаментозную, и психологическую. Более того, мы знаем, что есть немало людей, которые без медицины и сами могли, взяли себя, так называемые, в руки. Но это малая часть, очень малая часть. Лучшая профилактика – это полный отказ от употребления алкоголя с юношеских лет. Те, кто ни разу в жизни не напивался, кто всю жизнь воздерживался от употребления алкоголя, ни разу не пожалели об этом. В нашем учреждении на базе стационарного отделения функционируют 10 реабилитационных коек. Специалисты нашего филиала, то есть психолог, хиат-нарколог, работают с такими пациентами, то есть которые на данный момент, они уже не употребляют алкоголь, но их нужно научить жить трезво дальше. То есть программа рассчитана на 28 дней, это, конечно, по желанию пациента, но это в том числе и для работающих пациентов. То есть больничные листы, они оплачиваются работодателем, то есть здесь права пациента ни в коем разе не ущемляются. Кроме того, возможно, амбулаторная реабилитация в отделении дневного пребывания или же работа в школе трезвости, как у нас работают в филиале. То есть это не анонимные алкоголики, а именно специалисты нашего филиала, психолог, психотерапевт, каждый четверг в 6 часов вечера абсолютно бесплатно, анонимно оказывают наркологическую помощь, именно в части того, чтобы человек задумался и встал на путь исправления. Специалисты наркологического диспансера всегда готовы оказать помощь пациентам, которые переступили черту, за которой начинается путь в бездну. На данный момент у нас на учете состоит именно связи с зависимостью от алкоголя 3408 человек. Из них 11 человек – это лица, у которых впервые в жизни перенесли психотические расстройства. Взято на учет за текущий период 2024 года у нас 308 пациентов, страдающих с зависимостью от алкоголя. Но вы понимаете, что это те лица, которые все-таки попали в поле зрения правоохранительных органов, медицины, но это еще всего лишь небольшая часть тех лиц, которые реально злоупотребляют алкоголем. То есть очень многие лица еще не попали в поле зрения субъектов профилактики. То, что алкоголь пагубно влияет на организм, не останавливает людей, зависимость управляет человеком. И без лечения побороть ее достаточно сложно. В случаях возникновения любых проблем с алкоголем следует, не теряя времени, обращаться за помощью к специалистам. Уважаемые телезрители, если вам кажется, что ваш близкий родственник злоупотребляет алкоголем, если этим человеком являетесь вы, то есть вы часто употребляете спиртное, это превращается в ежедневное пьянство. То есть на следующий день вы чувствуете уже похмелье, которое вынуждает вас похмелиться, чтобы употребить очередную дозу алкоголя. В таком случае я рекомендую вам незамедлительно обратиться на консультацию к врачу-психиатру-наркологу, филиалу Межрайонный наркологический диспансер. Мы располагаемся по адресу город Пинск, Рокоссовского, 8 улица. Это второй подъезд пятиэтажного здания, второй этаж регистратура. Вы можете получить консультацию анонимно, платно. Вы можете прийти на прием для постановки на учет, но в любом случае наши специалисты вам окажут необходимую медицинскую помощь для того, чтобы помочь вам решить проблемы вовремя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова